Всем привет, народ! Я тут в Атвию слетал в отпуск и при всей этой современной ковид-ситуации испытал определенные сложности с покупкой билетов, регистрацией, теми и формами, которые надо заполнить, в каком порядке это надо сделать и прочее, и прочее, и прочее. И в этом видео я хочу передать свой опыт вам и дать вам, так сказать, подробную пошаговую инструкцию, как максимально безболезненно слетать за границу из Англии и вернуться сюда обратно. Разумеется, я буду говорить с точки зрения ситуации в Латвии, но могу предполагать, что во многих других странах, если оно не будет, оно вряд ли будет сложнее, оно может быть только проще. Шаг первый. Вы покупаете билет на самолет. С этим все просто, справились, дальше погнали. Второе. Заказать или забронировать PCR-тест. Тут я испытал определенные сложности с выбором места и типа тестирования. Ну, то есть, как бы, можно поехать в центр и сделать тест там, или можно заказать тест на дом, сделать самому и потом отправить почтой. Потому что разброс цен, который я увидел, был от 50 фунтов до 350. Короче, полный дикий запад. Я не понимаю, почему государство никак не пытается это все регулировать, но не об этом, как бы, видео. Вот ссылочка на сайт, на который можно зайти и по вашему адресу или не по адресу, в общем, зайти и сравнить цены на PCR-тесты. Вроде как самый дешевый там очень имеет низкий рейтинг, и вот им пользоваться не стоит. Это не стоит больших нервов, потому что может оказаться ситуация, что вам результат вовремя не придет, и тогда все просрано. Тут как раз-таки ситуация, когда скупой реально может заплатить за то, что он никогда не сможет использовать. В данном случае, полеты. Шаг 3. Вы заказали тест или отправились в центр тестирования. Я сам ездил в центр тестирования, он был где-то, где-то рядышком, и заплатил за это 80 фунтов. Можно заказать, разумеется, тест подешевле, сделать самим и отправить результат почтой. Шаг номер 4. Отправить результат почтой. Но это для тех, кто не пошел в центр тестирования. Вот сайт почты, где можно краски и проверить, где ближайшая priority box находится рядом с вами. Дальше вы получаете негативный тест и делаете так, ей! Ну, а те, кто не верил в коронавирус, делают, я так и знал. Не знаю, как с другими авиакомпаниями, я летел Ryanair'ом, и когда делаешь чекин, надо было добавить доказательство того, что у меня негативный пиццар-тест прямо вот в информацию о чекине. Там было дополнительное поле, в которое можно было загрузить файл. В моем случае я получил PDF на e-mail, сделал скриншот экрана и эту картиночку туда загрузил. Наверное, можно загрузить и PDF. Номер 7. Последний шаг, который вы должны сделать до того, как пойдете грузиться в самолет. Это пойти на covidpass.lv и заполнить анкету прилетающего, где вы укажете, вакцинированы, вы не вакцинированы, и вам, собственно, выдаст результат, нужно вам сидеть на карантине или не нужно. Когда я грузился в Ryanair, у меня попросили показать скриншот латвийского QR-кода, что я сделал регистрацию. Разумеется, QR-код никто не сканировал, и показать можно, в принципе, было бы что угодно. Может, я даже не запомню. Но потом у вас на границе в Латвии все равно его еще раз спросят. Ну, или не спросят. Это, знаете, такая, я слышал других людей, что не спрашивают. У нас такая не всегда обязательная страна. Дальше вы прилетели в точку вашего назначения. Я не буду говорить за разные страны, скажу только за Латвию. В Латвии, если у вас нету двух прививок или антител от того, что вы переболели, вам нужно сидеть на карантине. Я честно отсидел. Да-да, можете говорить мне, что я лох, овца и вот всякое вот такое. Мне за время моего сидения никто ни разу не позвонил, в дверь не постучал. В общем, никак не проверяли. Слышал, говорят, что у Латвии вообще нифига нету на это достаточных полицейских сил, и максимум не вам позвонят два раза. Также слышал, что на иностранные номера они даже не будут пытаться звонить. Не знаю, какая ситуация произошла в моем случае, но есть как есть, и вы опять можете сказать Лох, дебил, терпила, ну и всякое вот это. Вы отгуляли ваш отпуск, и время возвращаться на любимый наш остров. Ну, в первую очередь, опять, 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 опять нужно сделать ПЦР-тест. В Латвии этим в основном занимается Гулби-лаборатория, т-т-т-т, Гулби-лаборатория, и Гоу делать тест. На дом заказать результаты нельзя, никаких priority post почтовых ящиков в Латвии нет. Ну, и цены на ПЦР-тесты, в принципе, гораздо более приемлемые. Вроде как они находятся в пределах 40-50 евро. Также можно сделать ПЦР-тест экспресс в аэропорту. Это я слышал, когда уже грузился в самолет. Но там вот, в первую очередь, если очередь вам его быстро не сделают, в теории вы можете получить результат за полчаса. А в теории можете не получить, поэтому делайте все заранее. Далее вы получаете на e-mail негативный результат теста. Делаете чекин в Ryanair. Загружаете скриншот того, что у вас негативный тест во время чекина. И переходите к следующему пункту. В Кулби-лаборатории они присылают PDF. PDF? PDF? Что я слышал? PDF. Кто говорит PDF? PDF запароленный. И отдельным e-mail вам приходит пароль. Поэтому я не знаю, можно ли загрузить запароленный PDF, как в Ryanair аппликацию, как подтверждение вашего негативного теста, потому что его никто не сможет открыть. Наверное, его никто не будет открывать, но лучше сделать скриншот, открыть, сделать скриншот, и чтобы, знаете, железобетонно. Дальше самый дорогой шаг. Государства и частные компании продолжают тянуть из вас кровью и потом заработанные денежки. Прилетая в Англию, из страны из желтого списка, нужно обязательно сидеть на карантине, но также нужно сделать тест на второй и на восьмой день после прилета. Опять же, вот ссылочка, где можно выбрать, или где, да, где можно выбрать самый выгодный такой тест. И есть тут дополнительная фишка. Можно не сидеть все 10 дней, можно вступить в схему, которая называется test release. Это означает, что вы прилетаете, делаете тест на второй день, и потом на пятый день вы делаете еще один тест, который стоит отдельных денег, разумеется. И если у вас опять на пятый день тест негативный, то вы можете быть свободны от карантина. Ну а что самое интересное в этом шаге, это то, что тест на восьмой день все равно сделать надо. Это не работает из раздела, если вы сделали на второй день, потом сделали на пятый, и свободны. Нет, вы все обязательно купите должны тест на второй и восьмой день, и потом можете купить еще дополнительный тест на пятый. Немеряно бабла. Молодцы, придумали схемы. Конечно. Предпоследний шаг в этом квесте под названием «Улети и вернись на остров» это заполнить passenger locator form. Ее заполнять обязательно нужно перед вылетом. Ее спросят у вас на чекине, и в ней надо обязательно указать подтверждение того, что вы купили себе тест второго и восьмого дня. Ну, если вы полностью провакцинированы, то вам нужен тест только второго дня. И тут тоже нужно быть внимательным. Я эту форму не заполнил, и когда я был вынужден заполнять, прямо вот на доске регистрации, в общем, где регистрируют на полет. И я это быстренько загуглил, кликнул первую ссылку, начал заполнять, все заполнил, и хоп, у меня спрашивают детали карточки. Я погуглил, и первые несколько результатов это были разводы. Тут у меня, конечно, к гуглу большие претензии, но если его защитить, то можно сказать, что гугля в Англии, passenger locator form UK, верхний результат, это правительственный сайт. Но когда я гуглил «Златый», видимо, из-за того, что он определяет меня как из «Златы», и, соответственно, можно мне результаты выкидывать, которые... И теперь у вас наконец-то все собрано. Прилетайте в Англию и самоизолируйтесь. Опять же, я самоизолировался. Вот, да-да-да, опять, опять можете поражать. Мне за 10 дней звонили раз в 5. И у меня было два пропущенных звонка, и из своих, так сказать, очень достоверных источников, я знаю, что если вы не ответите несколько дней подряд, то тогда есть вероятность, что к вам пришлют человека, который постучится в дверь и спросит, находитесь ли вы дома. Один звонок в среднем длится где-то минуты 4-5. Ну, первый звонок, он длинный будет совсем, вас там спросят подтвердить всю вашу личность, адрес, по которому будете тусоваться, и дату рождения, и баба, откуда летели, когда летели. Потом следующие звонки будут покороче, но львиную часть времени звонка занимает то, что человек повторяет заученные фразы, которые они обязаны сказать. Я попросил, а я немножко занят, работаю, можно ли это все вот ускорить? И они говорят, нет, они должны это сказать. В общем, короче, получается так, когда вам звонят с третьего раза, звонок длится 5 минут, за который вы скажете два раза слово «да». Когда ваш... Это вы? Да. Вы находитесь по вашему же адресу? Да. Все остальное время это дисклеймер. Также знаем, что здесь есть люди, которые не сидят на карантине, спокойно занимаются своими делами, и когда им звонят, то они также отвечают, говорят, что они находятся по адресу самоизоляции. Вокруг может быть шум, толпа, какие-то разгрузки, погрузки на том конце провода человеку. Он просто делает свою работу, и мне кажется, он ненавидит свою работу, потому что повторять одни и те же фразы не может быть никому весело. Лучшая работа в мире. Ну, все лирика. Все, спасибо. Надеюсь, вам было полезно. Все ссылочки будут в описании. Чао.